Добрый день, друзья! Скажу, что для меня это по-своему волнительная минута. Получилось так, что я все эти дни следил за посланиями, которые вы мне писали в фейсбуке. И я понимал, что каждый из вас, кто написал мне, имеет ожидания на улучшение своей жизни. Знаете, я знаю один такой текст, который мне очень нравится, что когда я был младенцем, то я по-младенчески мыслил. А когда стал зрелым человеком, стал мыслить зрелым. Я сейчас достаточно зрелый, мне исполнилось 50 лет. И раньше, когда я проводил какие-то публичные мероприятия, выступал публично, для меня важно было количество людей, как это все выглядело, насколько хорошо я говорил. А сейчас самое большое желание моего сердца помочь вам получить пользу от этого мероприятия, от этой встречи, на которую вы потратите свое драгоценное время. Я очень хочу оправдать ваши ожидания, действительно принести пользу каждому, кто пришел сюда на это занятие. Но в самом начале я хочу выразить благодарность. Спасибо вам огромное, что вы находитесь в поиске, что вы хотите, чтобы ваша жизнь стала другой, чтобы она стала лучше. Ожидайте улучшений, изменений. И я уверен, что у меня получится помочь вам. Для тех, кто сейчас не может к нам присоединиться, потому что заявки подало порядка 600 человек на это занятие, на этот вебинар. И я вот вижу, что есть ребята из Америки, из Германии, из Израиля, из Польши, из Испании, Франции, России, Украины. То есть достаточно обширная территория. Но были такие люди, которые писали, я из Владивостока, и у нас будет ночь, или там из Красноярска. Мы обещали, что мы пришлем запись этого вебинара. Что я обещаю точно, что каждый, кто прислал нам почту, получит запись этого вебинара, и вы сможете еще раз его просмотреть. Также я останусь с вами в переписке, и я буду поддерживать с вами интерактивную связь по возможности отвечать на ваши письма, когда надо будет время. Поэтому, если у вас возникнут вопросы какие-то, или что-то будет не до конца понятным, я отвечу на все ваши вопросы. Но хочу, еще раз я благодарен вам всем, это занятие называется «8 навыков богатых людей». И это не просто «8 навыков богатых людей», но «8 навыков богатых людей в сфере денег». У меня есть, в общем, такой слайд. Давайте мы с вами перезапустимся. Да, мы сделаем паузу, и прежде чем вы отключитесь, хочу сказать вам, что вы сегодня получите ответы на 4 вопроса. Это точно. Вы узнаете, в чем ошибался Киосаки, когда писал свою книгу «Богатый папа, бедный папа». Также получите ответ на вопрос, почему у одних людей есть деньги, у других людей денег нет, и что делать, чтобы деньги были. Вы узнаете, какие «8 навыков» есть у богатых людей, и один вопрос, который для меня особенно дорог, это вопрос, связанный с силой быть богатым человеком. Где взять силу для того, чтобы быть богатым? Вот мы с вами получим ответы на все 4 вопроса сегодня. Сейчас, кто меня слышит и видит, давайте сделаем вот что. Давайте все, кто старше 20 лет, но моложе 30, поставьте плюсики, я посмотрю. Слышно меня ли? Кто старше 20, но моложе 30, поставьте плюсики. Ага, я вижу, пошли плюсики, значит, меня слышно. Вот смотрите, это будет как соревнование, те, кто старше 20, моложе 30, меня слышат. Теперь проверим, те, кто старше 30, но моложе 40, есть такие? Давайте посмотрим, как у вас со слухом. Слышно? Ага, вижу, что некоторые тоже слышат. Некоторые тоже слышат. Хорошо, еще есть такая группа людей, типа меня, да, допустим, зрелые такие, люди, которые, в принципе, имеют много жизненного опыта, старше 50, есть кто-нибудь? Если вам старше 50, поставьте тоже плюсики. Я увижу, что вы вместе со мной, да? Ага. И осталось поставить плюсики те, кто моложе 20, 56, отлично, Сергей, в правильном месте, в правильное время. 50 плюс, отлично, ага. Хорошо, ну, а дают сигнал, что меня слышно. Ну, сейчас что-то исчезнет раз. Дают сигнал, что меня слышно. Спасибо за то, что у нас была заминка, были какие-то проблемы с интернетом. И мы с вами на занятии, которое называется «8 навыков богатых людей». Я Сергей Розадовский, я автор книги «Деньги», я практикующий бизнесмен. Я как преподаватель преподаю уже 15 лет, и у меня достаточно большой опыт в преподавании. Это тема «8 навыков богатых». Это тема, которую я выбрал как любимую тему. Начал я ей заниматься случайно. Просто один мой друг из Америки однажды мне сказал, Сергей, надо обучать людей самому главному. Потому что люди изучают разные технологические вещи в своей жизни, связанные с продажами, с управлением. Но большая часть населения страдает по причине того, что у них проблемы с деньгами. Если разрабатывать тему «Деньги» и помочь другим понять, почему у них есть деньги, у других людей денег нет, что делать, чтобы деньги были, тогда ты будешь делать какую-то точную, правильную, на самом деле полезную работу, которая будет освобождать людей от их страданий. И сегодняшнее занятие, я анонсировал его, я говорил о том, что мы с вами узнаем ответы на четыре вопроса. Первый вопрос – это ошибка Киосаки или в чем ошибался Киосаки, когда писал книгу «Богатый папа, бедный папа». Второй вопрос – почему у одних людей есть деньги, а у других людей денег нет? Что делать, чтобы вы были, да? Третий вопрос, который мы с вами разберем. «8 навыков богатых людей». Я расскажу вам о навыках. Это будет не только теория. Один навык мы с вами пройдем, вы его потренируете, вы увидите, что это на самом деле просто легко, и наличие или отсутствие денег у человека не является какой-то болезненной проблемой на самом деле. Это легко исправиться с жизнью. И мы разберем с вами навыки, и один из них вы поймете практически, и во время занятия вы попробуете. Последний вопрос, четвертый – где взять силу быть богатым? Мой любимый вопрос, я считаю, что он фундаментальный, ключевой вопрос для решения проблемы наличия или отсутствия денег, и для решения проблемы реализованности, твоей личной реализованности в этой жизни. С чего я хочу начать свое выступление? Каждый, кто смотрит сейчас и слушает меня, я могу сказать одно, что ты одарован, у тебя есть дар, и твой дар – это то, что встроено в тебя, то, что является твоей сильной стороной, что может на самом деле привести тебя вместо твоего избытка. И так как у тебя есть дар, у каждого из тех, кто сейчас меня слушает, у меня самого есть дар, есть два варианта последствий от того, что с тобой происходит. Ты можешь же достичь своего величия, а в сфере своего дара стать богатым и свободным человеком, и счастливым. А можешь жить в огорчении, расстраиваясь по поводу того, что ничего путевого или того, что ты хочешь в твоей жизни, не происходит. Каждый из нас, глядя на себя в зеркало, себе в глаза, переживает, что он рожден для чего-то великого. Это переживание, которое есть в тебе, оно принадлежит мне тебе лично. Каждый человек, который смотрит на себя в зеркало, переживает именно это. Это говорит о том, что в каждом есть бесконечный мощный потенциал, который может быть раскрыт, благодаря которому твоя жизнь может стать избыточной, такой, как ты хочешь, такой, как ты мечтал, и в твоей жизни может быть достаточно большое количество денег. Теперь я хочу сказать вам еще одну такую вещь. Я покажу вам сейчас следующий слайд. Вы потратите драгоценные минуты в своей жизни, часы на ожидания или на то, что мы с вами пройдем, тему, ответы на вопросы, и вы хотите научиться. Я написал вот такую матрицу, которую вам необходимо в самом начале узнать. Большое количество тренингов и семинаров я посещал в этой жизни. Я ездил за границей, учился у известных мировых гуру, на самом деле у меня дорогостоящее образование, но большинство из того, что я слушал, читал, проходил, тренировал, мне не пригодилось. В конечном итоге, при человеке, который занимается обучением, который понимает, на что оно должно быть нацелено, я хочу вам сказать одно. Самое важное, что извлекает любой из нас из жизни, из жизненного опыта, из обучения в том числе, это способность делать выбор. Обучение является качественным, если оно учит вас не запоминать информацию, а учит вас, как сделать правильный выбор. Когда выбор является правильным? Выбор является правильным, когда приносит в вашу жизнь улучшение. Вот сегодняшнее занятие должно принести конкретное улучшение в жизнь каждого из вас. А есть, у меня есть друг, он очень известный преподаватель, он является, его зовут Дамир Халилов, он преподает маркетинг в соцсетях, у него сотни тысяч подписчиков, то есть он гуру, он автор книги, которая продается огромными тиражами, он преподает по всему миру. И он был у меня на занятии деньги, он заехал ко мне в гости и пробыл, в то время, когда я преподавал тот навык, которому буду обучать вас сегодня. И через буквально пару месяцев я случайно с ним встретился за границей, он подошел ко мне и сказал, Сергей, я хочу сказать тебе спасибо, я и моя жена, мы хотим выразить тебе благодарность. Я сказал, за что, Дамир, он сказал, ну тогда я был на твоем занятии, и ты преподавал этот навык, мы сегодня с вами его разберем, навык практиковать платежеспособность. И это было рассказом, историей, которая попала ему в голову. Эта история начала работать в его жизни автоматически. Он говорит, за два месяца наша жизнь стала совершенно другой. Итак, улучшение, еще раз, система обучения, да, обучение, главное, почему, главная польза обучения, это научиться делать правильный выбор. Что такое правильный выбор? Выбор, который приводит к улучшению. Улучшение, это то, что срабатывает в твоей жизни, и из чего вытекает еще следующие два изменения. Первое, ты становишься более счастливым. Второе, ты становишься более свободным. Сфера счастья, это сфера отношения, да, допустим, это твое переживание, любовь, как ты относишься к результату. Сфера свободы, это уже материальная сфера, в частности, например, здоровье, чем более ты здоровый, и тем более ты свободный, да. Или, например, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя выбора. Деньги не являются конечной целью, они являются средством, которое делает тебя более свободным, дает тебе возможность реализовывать большее количество вариантов, связанных с саморазвитием, с построением каких-то систем. Как на самом деле выглядит счастливая жизнь? Счастливая жизнь выглядит как баланс между счастьем и свободой. И сегодня мы не успеем этого глубоко пройти, но что я могу вам сказать? Из своего личного опыта фактическое изменение или улучшение жизни возникает в тот момент, когда в знаменате твоей жизни попадает нечто более правильное, да. Вот, например, счастье – это отношение, а свобода – это результат. Для меня лично сегодня счастье или любовь – это знаменатель. Это то главное, ради чего я живу, ради чего я действую, ради чего я преподаю сегодня вам. Свобода – это варианты выбора, да. То есть я, в принципе, трижды бывал банкротом, в моей жизни были разные турбулентности, разные тяжелые события, когда у меня было 600 тысяч долларов в долгу, и физически моя жизнь меня преследовали в какой-то момент. Это было на самом деле очень тяжело. А бывали моменты, когда у меня наоборот наступал избыток, я зарабатывал миллионы долларов, реализовывал все свои мечты, снимался в кино, снимал в кино, стал автором популярной книги. Все, но в конечном итоге, каждый раз, когда свобода попадала в знаменатель, а счастье – в числитель, кто-то от этого страдал. Либо моя жена, либо мои дети, либо я сам. Поэтому здоровый баланс жизни – это когда ключевые ценности твоей жизни, сама жизнь, твое время, твои отношения, твои переживания являются главными. То есть жизнь, она не по поводу денег, а по поводу того, что ты ее наслаждаешься. Но деньги – это объективная необходимая часть, и мы по поводу этого сейчас поговорим. В чем же ошибался Киосаки, во-первых, во-вторых, почему у них есть деньги, у других людей денег нет. В-третьих, обсудим 8 навыков богатых людей, и в-четвертых, вы узнаете, где взять силу быть богатым. Хорошо. Итак, сейчас поговорим о Киосаке. До того, как Дональд Трамп стал президентом, Роберт Киосаки и Дональд Трамп написали совместную книжку, и в аннотации этой книги была идея, что они хотят помочь другим людям узнать только финансовые стратегии. Сейчас у меня появится другой слайд, и в этом слайде вы увидите, что они в своей книге описывают три стратегии. Первая стратегия называется «Стратегия бедных», вторая стратегия «Стратегия среднего класса», третья стратегия, которая почему-то у меня стоит под цифрой четыре, называется «Стратегия богатая». Кому относят, какую стратегию Киосаки и Трамп относят к стратегии бедных? Люди, которые надеются на правительство, то есть люди, которые верят убеждениям правительства, которые ожидают, что правительство решит их жизненные проблемы, поможет им жизни получить благо в виде там социальных дотаций, каких-то обеспечений, государственных скидок, пенсии, и таким образом они предпринимают минимум действий и несут в жизни минимум ответственности, рассчитывая, что есть какие-то сильные, смелые, благородные люди, которые сделают их жизнь лучше. Они называют это стратегией бедных. Вторая стратегия, стратегия среднего класса Киосаки по Трампу, это стратегия, когда какая-то группа людей, которая имеет, она более активна, она имеет приличные доходы, но в рамках своих доходов они оптимизируют управление своими деньгами и из того, что они экономят, откладывают, умеют сохранить, они приобретают какие-то активы, простые, как называют Киосаки Трак, Крамп безрисковые активы. Например, самый примитивный актив это положить деньги в банкный депозит. То есть, таким образом, у них есть накопление, они прилично зарабатывают в период своей активности и формируют себе где-то накопление на пенсию и делают какие-то себе запасы на жизнь. Стратегия богатых, по словам Трампа и Киосаки, стратегия богатых это стратегия людей, которые рискуют. То есть, типа богатые отличаются от бедных тем, что они входят в риски и не боятся потерять деньги. Но я вам скажу такую вещь. Это описание финансового выбора или финансовой стратегии по Киосаки или по Трампу с моей точки зрения является некорректным. Потому что люди, уповающие на правительство или люди среднего класса находятся в таком же риске, как и третья группа группа богатых. Потому что те, которые уповают на правительство, ожидают пенсии, думают, что кто-то решит их жизненные задачи и проблемы и находятся в таком же риске, потому что правительство банкротится, в странах наступает инфляция, очень часто происходят различные калации. В частности, я, живя на территории бывшего Советского Союза, много раз переживал обвалы местной валюты по отношению к доллару. За мою жизнь люди четыре раза теряли накопление. Доллар по отношению к местной валюте в общей сложности подорожал практически в 15 раз. Я достаточно молодой человек, но я пережил большое количество коллапсов и могу вам сказать, что не уповайте на правительство, потому что оно на самом деле не может о вас позаботиться и решить ваши проблемы. Оно скрывает вид, что вы, оно делает вид, скрывает на самом деле правду о том, что у вас нет рисков. Вы находитесь, если вы живете по такому принципу, в крайне рисковом положении, потому что правительство сменится, а ответственности за действия предыдущих они на себя не возьмут. Люди среднего класса, которые думают, что их деньги, которые они размещают, куда бы то ни было, в акции, даже иногда в недвижимость или в банки, думая, что в этом нет риска, точно так же наверняка уже многие зрелые люди увидели, что риски есть постоянно, происходят различные катаклизмы на рынке, рушатся фондовые рынки, рушатся рынки недвижимости, на самом деле никакие формы накоплений не являются защищенными. Также стратегия богатых, стратегия якобы риска, я думаю, что на самом деле Трамп или Киосаки, они создают некий миф, на основании этого мифа они зарабатывают деньги в тех людях, которые, пытаясь разбогатеть, доверяют в управление им свои деньги, или в такие схемы, которые они поддерживают своими книгами, своими историями. Фактически богатство начинается не в тот момент, когда ты входишь в риск или не входишь. Само по себе слово «риск» это слово, которое создает внутри любого человека панику и страх. Мы не рискуем, мы должны научиться брать на себя ответственность и управлять своими деньгами. На самом деле это очень просто. Любой человек, кто отказывается входить в ответственность за свою жизнь, или входить в осознанное управление своими деньгами и делать одно единственное действие, которое в конечном итоге отличит бедных и богатых находится в состоянии риска. Это не связано с количеством денег, которое у тебя сегодня есть конкретно. Это связано с одной простой формулой, с одним простым действием или с навыком, который у меня сегодня я вам его расскажу. Вот за мной есть домик такой нарисованный, вы получите такой слайд, я пришлю вам его на почту. Называется «Навык номер пять». Когда вы поймете, что это за навык, вы узнаете, как стать богатым, не выходя с этого вебинара. Ваша жизнь может измениться прямо здесь и сейчас. Но помните одно. Нет такой группы людей, которая якобы способна входить в риски, и именно поэтому она богатеет. Любой из вас, любой из нас одарован. И есть дар или та ценность, которой ты можешь поделиться с любыми другими людьми. Если ты поймешь, в чем твоя сильная сторона, научишься именно из этого извлекать деньги, именно на этой сильной стороне начнешь строить систему или так называемый актив, твоя жизнь изменится раз и навсегда. Ты перестанешь зависеть от обстоятельств. Если вы вспомните предыдущий слайд, я говорил о том, что обучение должно привести к выводу, научить вас делать выбор, выбор должен привести к улучшениям, а улучшения должны привести вас к счастью и к свободе. Вот что я хочу вам сказать. Баланс возникает из двух составляющих. Вы не можете быть счастливым и не будучи свободным. Если вы не свободны, то большинство людей в воскресенье паникует по ходу понедельника, боясь понедельника, зная, что надо вернуться в давление, что ведете в то место, где вы боитесь потерять, или в то место, из которого вас могут уволить. И до момента, пока вы не поймете, что вам ничего не грозит, что в мире всегда есть деньги, что те деньги, которые есть в мире, всегда могут быть, часть из них может быть твоими, независимо от экономической ситуации и всего остального. Ты можешь богатить, живя в любых условиях. Это достаточно легко. Так мы сейчас с вами это разберем. Для того, чтобы это разобрать, я хочу показать вам следующий слайд. На этом слайде это мои мама и папа. Почему я показываю вам этот слайд? Мой папа, для меня он колоссальный жизненный пример и он для меня является примером вот почему. Ему сейчас 70, исполнится скоро 78 лет, ему сейчас 77, он активен, он приезжает на работу, он душа компании, он находится в таком работоспособном состоянии и он очень адекватно управляет сейчас финансовыми делами компании. при этом у него есть активы, то есть есть что-то, что ему отдельно генерирует деньги, у него есть недвижимость, новая машина, сад его мечты, теплица, в одном из его домов живут люди, которые лишились крови, жилья. Знаете, сейчас в мире происходят разные сложные события, да, и папа, в частности, помог одним людям, приютил их, он дал им бесплатное жилье, он оплачивает за них электроэнергию, коммунальные, то есть содержит дом, покупает им лекарства периодически, хотя ему самому 78 лет. А теперь смотрите, я скажу вам самое главное, что вам сейчас нужно знать. Мой папа, он никогда не был бизнесменом, он никогда не занимался бизнесом. Папа всегда работал на работе как человек, который просто хорошо делает свое дело и не несет конечной ответственности за общий результат, да, то есть в частности он никогда не занимался продажами. Почему я привожу папу к примеру. Мой папа вышел на пенсию в 46 лет, это было советское время, и он был офицером советской армии. Он ушел на пенсию офицером и в 46 лет переехал в Киев. В то время тяжело было приехать куда хочешь, не было жилья, и вот начиная с 46 лет он приехал просто пенсионером, не имея никаких накоплений, ни места где жить. Сегодня у него есть что-то, что он каждому из нас, мне, моей сестре, внукам оставит наследство, он сегодня счастливый, работоспособный, здоровый человек, и он никогда не был бизнесменом. Я привожу моего папу пример по одной простой причине. Во-первых, я его очень сильно уважаю, он для меня сильный пример, но я привожу пример его вам по одной простой причине. Ребята, на самом деле, делать то, что делает мой папа, просто. Он живет в стране, которая не так сильно экономически развита, как Германия или как Америка. У нас маленькие заработные платы, допустим, средняя пенсия у нас здесь, наверное, в лучшем случае дотягивает до 30 долларов. Это средняя пенсия. Мой папа, он пенсионер. Но если это может кто-то, это может и кто-то другой. Он пользуется простыми принципами, о которых я вам сейчас расскажу. Это в его жизни работает. Если это работает в жизни моего папы, это сработает и в твоей жизни. И мой папа, и ты, каждый, кто может привести тебя вместо твоей свободы, экономической независимости и счастья. Вопрос, по каким лестницам надо идти, какие шаги нам для этого нужно сделать. Теперь мы с вами разберем навыки, 8 навыков богатых людей. Я покажу вам слайд, это будет домик сейчас такой, в котором вы увидите сразу 7 навыков и фундамент этого дома. Восьмой навык я потом покажу вам отдельно. Все эти навыки, которые нарисованы вот здесь, они немножко сложно звучат, например, оптимизировать вывод, или выбирать умное накопление, или практиковать платежеспособность. В момент, когда вы смотрите и слушаете, это кажется сложным. Но я вам сейчас объясню, на самом деле, я просто написал умными словами, суть чего крайне простая. Я изобразил все вот эти 7 навыков богатых людей в форме дома, потому что мне очень нравится недвижимость. Я люблю большинство людей мечтает о своем собственном доме, поэтому опять нет звука, да? Есть, да? Извините. Поэтому я изобразил это в виде дома, так легче объяснить. Смотрите, известно, что у каждого дома есть фундамент. Фундаментом нашего дома является два принципа. Первый принцип я богат, второй принцип бить клин. Эти принципы я богатый бить клин. Они впервые были озвучены во времена Великой депрессии американским президентом Франклином Головного Рузвельта. Он стал президентом в 1933 году, когда в Америке была глубочайшая депрессия, люди умирали от голода, они не могли отапливаться, умирали от холода, страна была в коллапсе, и он будучи президентом, а если вы знаете, он был инвалидом по-своему, у него был церебральный паралич, в конечном итоге он ездил на коляске, то есть он был человеком, который болел и превозмогал боль, когда принимал какие-то решения, делал какие-то действия, то есть у него на самом деле было больно жить, но он любил людей, заботился о них, хотел на самом деле им помочь, думал, какая же стратегия из нищей страны, а на тот момент Америка была нищей страной, практически самой нищей страной в мире, в это сейчас тяжело поверить, но это было всего лишь 80 лет назад, она превратилась в самую процветающую, почему, потому что в фундамент того, что они построили, были заложены два принципа, первый принцип называется «Я богат», Рузвельт сказал «Не спрашивай у себя, что страна сделает для тебя, спроси у себя, что ты сделаешь для страны», а потом этот принцип поддержал еще президент Кеннеди, то есть был второй человек, который делал перезапуск идей Рузвельта, но сама идея «Спроси у себя, что ты сделаешь для страны», лично для меня выражается вот в такой идее «Помоги Родине, стань богатым». Если ты будешь богат, то ты сможешь какое-то количество вокруг себя сделать более счастливым, более свободным. Чем больше будет богатых людей, тем лучше будет жизнь вокруг нас, тем будет более сильное благосостояние и твое личное, и благосостояние тех, кто тебя окружает. Стать богатым легко на самом деле, для этого нужно знать навыки, семь навыков, они простые, и потом узнать о главном навыке, навыке номер восемь, потому что для того, чтобы быть богатым, нужно иметь силу быть богатым, и получить определенную силу. Знаете, как человек, который занимается спортом, он становится чемпионом в тот момент, когда он приобретает, входит в определенный пик силы, да, и, допустим, может стать чемпионом мира по боксу. Но быть богатым это более легко, эта сила, она не привязана к возрасту, она может появиться у человека в 15 лет, и в 30 лет, и в 50, и в 70, не важно, сколько тебе лет, важно, что в любой взятый момент жизни ты можешь, осознав некоторые простые вещи, принять вовнутрь себя на сущностном уровне, переживание, что ты богат, научиться принимать эту силу, и тогда у тебя появится то, чего не появляется у огромного количества людей, которые вместе со мной огромное количество людей посещало тренинги, платило деньги за обучение, читало книжки, когда многие приходили ко мне и говорили, Сергей, я вот купил за последнее время большое количество книг, в этих книгах написано, что эта книга изменит твою жизнь. Читаю, читаю, жизнь не меняется. Почему не меняется жизнь этих людей? Потому что для того, чтобы то, что ты делаешь, получилось, чтобы ты мог дойти до конца, тебе нужна определенная статистическая сила, и мы об этом сегодня точно поговорим. Это была первая идея Рузвельта, вторая идея Рузвельта, она звучала вот так. Меньше тратить, больше зарабатывать. Эту идею он взял у одного известного на то время экономиста, Паркинсона, Паркинсона, человек, который вывел экономические законы Паркинсона, и суть его законов садилась к тому, что он понял, почему люди не богатеют. Это один из законов, он был очень простой, что люди тратят ровно столько, сколько зарабатывают. Это стратегия бедняков, потратить все, что есть. До конца месяца ничего не остается. А в тот момент, когда не осталось, брать взаймы. И все, без исключения, люди богатеют, но бедняки, имея больше денег или больше выбора, тратят все, что у них есть. И для того, чтобы это изменилось, нужно узнать о том, как сделать так, чтобы твой финансовый поток стал избыточным, чтобы денег становилось больше, и у тебя в жизни появились активы, которые сделают тебя независимым, то есть человеком, который не будет зависеть от других людей экономически. Меньше тратить, больше зарабатывать. или я, слово меньше, мне не нравится, я изменил его на слово умнее. В общем, двумя словами всю эту стратегию можно назвать бить клина. Она состоит как раз из тех семи навыков, которые мы будем видеть с вами выше. Первый навык, навык практиковать платежеспособность. Платежеспособность это не способность платить в любой момент, когда вы захотите. платежеспособность это неспособность платить, да? Платежеспособность это способность не потратить все. И именно этот навык мы с вами сегодня разберем, но разберем его в конце. Вначале я расскажу вам коротко о всех семи навыках, а потом я вам дам практические примеры, как вы можете практиковать платежеспособность. Это очень просто, доступно. Вы за сегодня разберетесь, почему же богатый мой папа, например, да? Или почему граждан Германии на накопительных счетах 2 триллиона евро. То есть фактически у них безумный избыток денег, у них всегда есть лишние деньги, они не знают куда их тратить, да? Причина в этом простая, потому что базовым навыком моего папы или людей, которые имеют избытки денег, является навык практиковать платежеспособность. Еще раз, платежеспособность это способность не потратить все. Следующий навык оптимизировать выбор. Что такое оптимизировать выбор? Вот знаете, я уже достаточно зрелый человек, взрослый, и я преподаю не только тему деньги, я преподаю тему еще, например, эмоциональный интеллект, управление эмоциями, как управлять своими эмоциями и влиять на других людей. И я знаю, например, что женщины, когда им бывает особенно одиноко, грустно, когда они хотят новую жизнь, они пытаются использовать две стратегии. Первая стратегия это сделать новую прическу, вторая стратегия это купить себе новую кофточку. Они от горя идут куда-то в магазин, меряют там, ходят, выбирают, торгуются, потом покупают, приходят домой, складывают кофточку в шкаф, через три дня достают ее, одевают, смотрят на себя в зеркало и задают себе риторический вопрос. Ну, и кто это теперь все будет носить? На самом деле оптимизировать выбор это развить в себе некую способность иметь эмоциональный иммунитет. Вот смотрите, каждый из нас взрослый человек знает, что у нас есть физический иммунитет. Что такое физический иммунитет? Физический иммунитет это способность нашего с вами организма защищаться от вредного, да, то есть от бактерий, которые разрушают нашу жизнь. Что такое эмоциональный иммунитет? Смотрите, сегодня мы с вами очень сильно атакуемся различными средствами массовой информации, рекламой. Чему в конечном итоге приводит реклама? Реклама приводит нас к тому, что мы покупаем, во-первых, то, что нам не нужно, во-вторых, часто мы покупаем то, что мы не можем себе позволить. Что значит не можем себе позволить? Например, берем кредит, да, я сейчас не критикую кредит или не оправдываю, но могу сказать вам одну такую вещь, что богатство большинство из вас это разные виды хлама, и во-первых, это хлам на балконе. Я не знаю, я сейчас вас не вижу, конечно, но я уверен, что у кого-то есть хлам на балконе или хлам в гараже, или хлам в шкафе, или хлам где-то, с которым вы не можете разобраться, вы мечтаете от этого хлама избавиться. Этот хлам, он имеет ценность, стоимость, он появился там не случайно, вы потратили на этот хлам эмоции, время, деньги, он завалил вам балкон, это ненужные вещи. Почему вы сделали этот выбор? Потому что ваш эмоциональный иммунитет в какой-то момент просел, ослаб, вы сделали выбор эмоционально, это один вид хлама, в часть этого хлама уходят деньги, которые могли быть потрачены на навык номер три, на умные накопления. Второй вид хлама, который есть в жизни большинства людей, называется хлам на боках, или я в шутку называю это салюлин, знаете такое слово, салюлин? Это когда ты на ночь ешь много сала с маслом, да, потом у тебя холестерин, обвисшие бока, разрушенное здоровье, это хлам внутри твоего организма, то есть хлам не только на балконе, но и хлам внутри организма. Следующий вид хлама, который есть в жизни большинства людей, это хлам в голове, да, это идеи, стратегии, которые не работают, те книжки, которые вы купили, в которых было написано, эта книжка изменит твою жизнь, потом вы говорите, читай, читай, жизнь не меняется, те семинары и тренинги, которые вы посетили, то, что в твоей жизни не сработало, но ты веришь, то, что это должно сработать. Оно не работает, но ты думаешь, оно не работает, потому что я ленивый. Оно не работает не потому, что ты ленивый, а потому что оно не работает. Это хлам, который находится у тебя в голове, ты на него потратил свою энергию, свое время, свои эмоции, свои деньги. И последний вид хлама, который есть в жизни большинства из нас, это хлам в сердце. Приведу вам такой пример, один из моей жизни. Когда-то я вручал номинацию одну песенную, и я вручал номинацию, и передо мной в зале выступал Хиркоров. Ну, то есть я не ему вручал, а он просто пел, получал номинацию одну. Ну, если вы знаете, кто такой Хиркоров, вот ребята из Америки, там, и Агнешка может не знать, например, да, но многие знают. И что меня потрясло, он вышел на сцену и пел какую-то странную песню. Он, причем он не пел ее целиком, он пел только часть песни, а вторую часть допивал зал. Он пел такое, там, рыбка моя, а зал пел, я твой глазик, там, что-то, там, что-то, не знаю, там, что-то, я твой тазик, знаете. Я был потрясен, весь зал наизусть знал эту песню. Они пели хором, они знают эту музыку, они платили деньги за то, чтобы... Потому что они ходили на концерты, где билеты в первый ряд стоят иногда по тысяче долларов, да. И сам я носил внутри своего сердца какие-то грустные песни. Типа одна из песен была «Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв». Это была песня, которая каким-то образом мотивировала меня не жить, знаете, это был хлам в моем сердце. Я на все на это потратил время, деньги и, самое главное, эмоции. В определенном смысле я привязался к этому, потом это стало меня побеждать, я не мог этим управлять. И вот что, оптимизировать выбор – это способность научиться делать выбор, не копить хлама, во-первых. Во-вторых, повысить свой эмоциональный иммунитет. Третий навык – выбирать умное накопление. Смотрите, если ты не тратишь деньги на хлам, на то, что валяется у тебя на брохонии, а деньги, они нужны для того, чтобы их тратить, потому что деньги – это средство обмена, они не нужны тебе, как самодостаточная цель, ты не можешь в них одеться, ты не можешь их съесть, они тебе ничего не прошепчут на ночь, они не являются конечной целью. Конечной целью является та свобода выбора, которую они добавляют в твою жизнь, и то, что ты можешь потреблять при помощи денег. И раз они у тебя есть, то вместо того, чтобы складывать их в хлам, ты можешь научиться складывать их в умные накопления. Что такое умные накопления? Навык номер три – выбирать умные накопления. Умные накопления – это что-то, что ты легко можешь продать в отдельно взятый момент в твоей жизни. За ту же цену, за которую ты купил. Если ты можешь продать это за ту же цену, за которую ты купил, накопление умное. Если ты можешь продать за ту же цену, за цену дороже, чем ты купил, это накопление сверхумное. Ну, например, это пример рисковый, неточный, абстрактный, но вы такие примеры знаете. Когда-то я видел фильм «Олл Стрит», мне не нравится этот фильм, мне не нравятся стратегии, которые преподаются в этом фильме. Там был один такой момент, главный герой фильма показывал второму парню картину. Он показывал картину, он сказал, смотри, я купил ее за 70 тысяч, сегодня она стоит 700. И он говорит, мы достаем кролика и шляпы. Он показывал, как он сделал некое накопление, которое стало для него умным. Потому что в тот момент, когда он захотел бы его продавать, оно стоило гораздо дороже. На самом деле таких умных накоплений есть огромное количество, их нужно научиться выбирать. И вместо того, чтобы тратить свои деньги на эмоции, на каплю во хлам, вы можете научиться увеличить свой эмоциональный иммунитет, оптимизировать выбор, выбирать нечто умное, что-то, что может остаться в наследство, что со временем стоит дороже. Я не говорю сейчас об акциях, не говорю об облигациях или о каких-то более абстрактных вещах, которыми управляете не вы. Я говорю о конкретных точных вещах, которые находятся под вашим контролем. Это навык номер три, этому можно научиться. Навык номер четыре – увеличивать потоки. Когда вы практикуете платежеспособность, у вас есть способность не потратить все, вы научились оптимизировать выбор. Вместо хлама, те деньги, которые остаются, вы тратите на умные накопления, на навык номер три, выбираете это делать. Вы начинаете переходить на уровень более высокий, во второй этаж дома. И уровень номер один – это тот уровень, который построил мой папа. То есть мой папа живет исключительно на первом уровне. Он потяжеспособен, его выбор оптимизирован, накопления умные, и они заходят на уровень номер четыре. Если возвращаться к тем стратегиям, о которых говорил Крамп и Киосаки, то первый этаж – это стратегия, которую они называют стратегией среднего класса. Фактически средний класс иногда с первого этажа заходит на второй и немножко практикует четвертый навык, практически не практикует пятый, и еще иногда из четвертого навыка практикует шестой. Что такое навык номер четыре? Увеличивает потоки. Смотрите, деньги – это средство обмена. Для того, чтобы увеличить поток, надо увеличить обмен. Обмен – это не что иное, как продажа. Я знаю, что многие из тех, кто слушает меня сейчас, не любят слова «продажа». Но я могу сказать вам одно. Если вы не продаете или делаете вид, что вы не продаете, ну, например, я просто работаю на работе, мне платят заработную плату. Ну, знаете одно, вернее, вы наверняка уже это знаете. Вы продали лучшее, что есть в вашей жизни. Ценные часы, минуты вашей жизни, ваше время вы обменяли на деньги. Ваш навык, ваш опыт, ваш дар. И вы все равно продаете. Просто вы продаете редко и по фиксированной цене. И увеличивать потоки – это три стратегии. Первая стратегия – это продавать больше. Тот человек, который продает свое время, конечно, не всегда может продавать больше. Но я не сторонник работать на двух или на трех работах с точки зрения продажи времени. Продавать больше – это больше работы. Потом, допустим, продавать быстрее. Можно делать что-то более эффективное, получать премии, если мы говорим о заработных платах. Но та стратегия, которая нравится мне – это стратегия продавать дороже. Знаете, есть вещи, скажем, в жизни и только в будущем. Есть слабости у людей, у женщин, у мужчин. Например, у меня тоже есть слабости. У меня есть часы. Они дорого стоят. На самом деле дорого стоят. Я не хвалюсь ими. Просто компания, которая их производит, это компания «Миллиардер». И они делают что-то, что могут продать дорого. Они продают не так часто. У меня, допустим, лимитированная версия, такое количество часов, она ограничена. Выпустили маленьким тиражом. Но они продают это дорого, потому что ограниченный тираж, ювелирная работа, проинвестированные в это усилия ювелира, бренд делают эти часы дорогими. То есть в любой момент, в любой точке земного шара я могу прийти где-то в места, где такие вещи ценятся и быстро их продать. С точки зрения того, что я ношу их на руке, можно назвать, отнести это к умным накоплениям. Они не совсем умные, потому что продам я их дешевле, чем покупал в магазине. Но люди, которые мне их продали, они увеличили свой поток за счет того, что их бренд оценен дорого. Они стали продавать дороже. Если вы работаете на работе, где вам просто платят заработную плату, то для того, чтобы увеличить ваш поток, вы должны продать себя дороже. Что для этого нужно, можно поговорить отдельно. Но фактически я рекомендую любому, кто меня сейчас слушает, это доступно каждому. Вам не обязательно продавать себя дороже. Любой человек, любой, может создать какое-то количество потоков в своей жизни дополнительное. Например, я являюсь автором книги «Деньги». Мою книгу издавал Схак Пентусевич. Это издательство Схак Пентусевича. Он предложил мне, что он ее издаст. И я ее просто написал. Он заплатил мне деньги как автору. Он продвигает ее на рынок. Он сам оплачивает новые тиражи. Я сейчас разговариваю с вами. Книжка продается. Это является моим дополнительным потоком. Мне за это постоянно платят деньги. Таким образом, мой дар дал мне возможность увеличить мой поток. У меня постоянно идет увеличение потоков, потому что из этой точки, с навыка номер 4, начинается путь к реальному прыжку, к увеличению твоей свободы. То есть, вне зависимости от тебя, от других людей. Но это только начало пути, потому что фактически перемена, когда ты становишься богатым, связана с навыком номер 5. Навык номер 5 называется «Заплати первую зарплату себе». Я слышал большое количество интерпретаций. Многие люди говорили, что понимают, что это значит. Но я убедился, что в основном те, которые говорят, что понимают, что это значит, не понимают. Почему? Что такое первая зарплата себе? Смотрите, каждый из нас, все без исключения, мы имеем деньги. Деньги хронически поступают к нам в руки, в карманы, на наши счета, откуда-то они приходят. Но большинство людей, живущих на земном шаре, а точнее, по статистике, есть 95% примерно людей, а есть страны, где по статистике 97-98%, является просто транзитом для денег. В любой момент, когда ты получаешь деньги, ты платишь по счетам. Ты платишь, например, оператору мобильной связи, заправкам, айфону, Дольче и Габани, Джорджиу Армани, булочнику, кофейнику, Джордин, Нес Кафе, отряд самоубийц, кинотеатр. Когда ты счастливо разносишь свои деньги в разные места, раздавая их, и ты являешься транзитом для денег, но кто-то циклично получает деньги со всего земного шара или от других людей. Кто получает эти деньги? Кто в конечном итоге становится богатым человеком? Как освободиться? Как стать богатым? Это не связано с количеством денег, которые у тебя сейчас есть. Это связано с осознанием того, что тебе из любых денег, которые ты получил в свои руки, нужно научиться делать одно простое действие, а точнее, платить первую зарплату себе. Что такое первая зарплата себе? Это не деньги, которые ты отложил. Это деньги, которые до того, как отдать кому бы то ни было, например, забрал 10%. Из этих денег ты начал формировать актив. Что такое актив? Актив – это что-то, что генерирует тебе новые деньги. Смотрите, я рос в советское время, и в советское время Китай еще был не таким высокоразвитым. Была заработная плата, и люди шутили про Китайцев. Почему у Китайцев нет картошки? Ну, там фактически она плохо росла в то время, но шутка была такая. У них нет картошки, потому что они утром садят, а вечером выкапывают. А почему выкапывают? Потому что кушать очень хочется. Смотрите, деньги, которые приходят в твою жизнь, они являются семенем. Они являются семенем. Ну, например, у меня есть семена, у меня есть мешок пшеницы. Я могу съесть мешок пшеницы за два месяца, и тогда он закончится однажды, мне надо будет думать, где взять еще. А могу полмешка пшеницы посадить. Полмешка съесть, полмешка посадить. Та пшеница, которую я посажу, она принесет новую пшеницу. И тогда я съем больше пшеницы и еще больше посажу. Что отличает бедных и богатых? Богатые – это те, которые ухватили этот простой принцип. Из тех денег, которые ты получил, отделить часть до того, как ты отдал кому бы то ни было. Но не забирать ее себе, не тратить на отпуск, не тратить на развлечения, не тратить на какие-то вещи, на которые люди котят. Типа, я буду откладывать, посмотрю мир. Если ты просто отложил и поехал посмотреть мир, то чуть-чуть посмотрел и все это закончилось. Каждому доступно начать формировать актив. Ты отложил, но не в то место, откуда ты потом достанешь и потратишь. Ты потратил их на то, чтобы появилась некая новая форма, которая генерирует тебе деньги. Появилось нечто, во что другие люди с удовольствием дают свои деньги тоже. Частично ты являешься транзитом для тех же Дольче, Габбаны, операторов мобильной связи, заправки. Но теперь появляется нечто, что их делает транзитом, потому что часть их денег попадает в то, что является своим активом. Смотрите, это схематично, но сейчас я вам приведу опять-таки пример с моей книгой. Смотрите, я ее практически не продаю лично. Я не вкладывал деньги в ее издание. Я ее не переиздаю. Ее продает группа веселых продавцов, работающих в другом офисе. Но периодически они мне говорят, Сергей, будем делать новый тираж. Тот тираж закончился, сейчас мы будем делать новый тираж. И до того, как они сделают новый тираж, они мне снова заплатят какую-то часть денег. Потом постоянно она продается в интернете. И каждый раз, когда она продается в интернете, какая-то часть денег принадлежит мне. Это мой актив. Может быть, кто-то из вас, кто сейчас меня слушает, покупал эту книгу деньги. Я понимаю, что, возможно, эта книга несовершенная. Конечно, она не такая крутая, будет эта новая книга «Восемь навыков богатых людей», потому что эта книга, она практичная книга, новая. А та книга, она была такая, скажем, концептуальная. Там тоже много полезного. Там есть практические примеры, кейсы, которые помогут кому-то улучшиться в финансовой сфере. Я вырос, когда я работал на той книге, она работала надо мной. И по-своему мне приятно, что я написал. Я видел много людей, которые сказали мне спасибо. Даже один мой друг, он входит в список форм с богатейшими людьми, я пришел к нему в офис и увидел свою книгу на книге. Он говорит, я ее читаю. Мне было неудобно, я говорю, слушай, много прикольных людей, я вспомнил свою молодость. Мне интересно вообще, мне помогает. Почему я вам рассказываю о ней детально? Потому что, конечно же, актив это что-то, что в первую очередь приносит пользу другим людям. Есть люди, которые путают созданный самостоятельный актив с тем, что они считают активом. Если ты отдал деньги в управление, в банк, например, и ты думаешь, что это безрисково. Допустим, в частности, в Украине за два года закрылось почти 50% банков. И люди, которые, если деньги в банке, думали, что они складывали их в надежное место. Но банки исчезают, а моя книга, она есть, да? Ты станешь богатым в тот момент, когда начнешь платить первую зарплату себе. Первая зарплата – это часть денег, которая до того, как ты раздал кому бы то ни было, была забрана с одной целью – с целью формирования актива или формы, в которой другие люди с удовольствием отдают свои деньги. Эти деньги являются частью твоего заработка. Это и есть ключевой мостик, отличающий людей бедных и богатых. Это не связано с рисками, не обязательно рисковать. Например, в своей книге я практически не рисковал. То есть Киосаки и Трамп, когда они говорили о том, что богачи, они рискуют, они собирают деньги у других людей в свои какие-то системы и фактически зарабатывают деньги на том, что другие боятся думать о том, как в их жизни может появиться актив. Но это был навык номер шесть. Теперь навык номер семь. Навык, который называется ускорять или дублицировать. В какой-то момент в жизни любого человека, который научился создавать активы, возникает форма геометрических прогрессий или ускорения. В тот момент, когда возникает ускорение, свобода становится, ну ее нельзя назвать абсолютной, но она становится практически абсолютной. Вот есть некие формы прозрений, в которых люди существуют, и которые они достигают, в частности, те люди, кому не хватает денег, думают, что дело в деньгах, и что когда у них будет больше денег, и жизнь станет лучше. Я видел огромное количество людей, которые научились делать что-то, чтобы в жизни было больше денег. В тот момент, когда становится больше денег, они говорят, к сожалению, не хватает времени на семью, на жизнь, на главное. И они начинают понимать, что после того, когда у них есть деньги, они хотят выиграть время. Вот смотрите, время – это и есть то следующее, к чему человек начнет стремиться, когда у него появятся активы, потому что жизнь – это не только будет, действительно надо ей насладиться, увидеть мир. Если ты говоришь, что ты имеешь бизнес, но ты не можешь его оставить, и оставив существовать хотя бы несколько месяцев на том же уровне, на котором ты жил до этого, фактически бизнес умеет тебя. И ускорение или геометрические прогрессии возникают двумя путями. Человек начинает их искать, потому что хочет высвободить свое время. Первая форма геометрической прогрессии, она сложная, она корпоративная, когда активы покупают активы. То есть, когда то, что является активом, генерировать новые деньги, из актива ты берешь следующую первую зарплату и распределяешь следующий актив. Из следующего актива берешь следующую первую зарплату, распределяешь следующий актив. Таким образом, активы создают активы, деньги создают деньги. Но это всегда сложная форма управления. Команды, менеджеры, какие-то отделы и что-то, что является сложным путем, Возможно, не для каждого, кто сейчас меня смотрит и слушает. Это подходящая форма. Вторая форма, которая доступна каждому из вас, связана с тем, что ускорение начнется в твоей жизни тогда, когда к тебе появится очередь. Но очередь, она появляется в том месте, где есть что-то уникальное. Люди не стоят в очереди за тем, что есть везде. Они стоят в очереди за чем-то, чего им не хватает. А чего людям не хватает? На самом деле, твоя уникальность – это что-то, что может поставить других людей в очередь. Вопрос твоего дара. Как понять свою уникальность? Как раскрыть? Это одна часть понимания, которая начинает развивать, развивается навыком номер семь. А вторая часть понимания связана вот с чем. Когда твоя уникальность соединится с силой, возникнет популярность, и тогда появится очередь. Это даст тебе большое количество денег, большой избыточный поток. Но я могу сказать одну такую вещь. Получить силу в своей уникальности может каждый из вас. Сила доступна. И в конце занятия мы об этом поговорим. Но сейчас я хочу вернуться к навыку номер один – платежеспособность и показать вам, например, одно простое практическое действие. К сожалению, наше выключение съели немножко времени нашего выступления, и я не смогу изложить все, что я хотел изложить, но я хочу показать вам одну из идей, как вы можете практиковать платежеспособность. Это доступно и просто. Тут мне администраторы подсказывают, что я могу у вас просить продолжать время. Но я думаю, что корректно не затягивать особенно долго. Я постараюсь. Чуть-чуть я затяну, минут 10-15. Но в целом я уложусь. Итак, навык платежеспособности. То есть восьмой навык – навык иметь силу или практиковать силу быть богатым. Я вам о нем расскажу в конце. Для меня это наиболее ценная информация из всего происходящего. Сейчас я вернусь к навыку номер один и покажу вам практические ходы и решения. Итак, платежеспособность – это способность не потратить все. Сначала я вам расскажу одну историю. Эта история произошла со мной лично. Это было почти 10 лет назад. Один мой знакомый сказал, что у него есть друг, который из Африки приехал в Англию, Лондон. И за 6 или 7 лет стал мультимиллионером. У него большое количество недвижимости, на него работают люди, которые оканчивали престижные учебные заведения. А сам он занимается неким меценатством, ездит по миру к людям слаборазвитой страны и обучает их, как им стать богатыми. Знаете, он сказал, что этот человек готов приехать в Украину, но нам нужно организовать простые вещи. То есть решить вопрос зала, где будет проходить занятие, гостиница, инфраструктурные вопросы, потому что он за дорогу платит сам, с их меценатом приезжает, обучает людей. Ну, мне интересно было принять участие в этом мероприятии, потому что я искал какие-то механизмы, формы, как разбогатеть, что нужно делать. Интересно было познакомиться с таким человеком. Но я в тот момент, как бы, для меня, то, что он приехал из Африки, было чем-то абстрактным. Вот, занятие проходило в одном помещении, это помещение, знаете, бывают такие помещения, где столы, они так идут в длину учебной классы, да, и с одной стороны эти парты, они прикручены к стене. То есть выходить можно только в одну сторону. Я приехал в числе первых, как организатор, залез вглубь, собрались другие ребята, и потом появился этот парень, который из Лондона приехал в слаборазвитую страну обучать нас, как стать богатыми. Оказалось, что он из Ганны, знаете, когда он зашел в зал, я был потрясен. Он был не просто такого темного цвета, не черного, знаете, а баклажанного. Он был баклажанного цвета, ну, были такие губы. То есть он выглядел, ну, специфично очень, да, понятно, что он такой коренной африканец, который приехал в слаборазвитую страну и будет учить группу людей, там, другого цвета, белого, тому, как быть богатыми. Ну, я не расист, я люблю всех людей без исключения. Просто сама встреча для меня была чем-то неожиданным, таким забавным. Я посмеялся над этим. Ну, и он начал преподавание свое. И во время преподавания он стал говорить, как такую фразу, гипнотическую метафору. Просите скидки, не бросите, не получайте. И он бесконечное количество раз в разных формах говорил одно и то же. Просите скидки, не бросите, не получайте. Говорил, что иногда кто-то умирает, людям нужны срочно нужные деньги. И они хотят продать недвижимость. Если они продают недвижимость, им срочно нужны деньги, просите скидки. То, что кто-то умер, ничего не означает. Им срочно нужны деньги. Если им срочно нужны деньги, то они обязательно вас уступят. А потом кто-то женится, срочно нужна квартира, например, и они там разменивают две квартиры, трехкомнатную на две и одну. Просите скидки, не бросите, не получаете. Он рассказывал какие-то такие побосенки и постоянно говорил, просите скидки, не бросите, не получаете. Это длилось два часа, в конце у меня начал кипеть мозг. Я сидел там, знаете, возле стены, не мог вылезти, думал, елки-палки, что я здесь делал, что за ерунда вообще, что я должен здесь сидеть, что за информация, бред, просите скидки. Да я уже понял. Ну, короче, начался перерыв. Мои друзья встали, я был, знаете, там проход, а так как у меня было много знакомых, они встали мне и говорили, о, слушай, ну как ты, как у тебя дела? Я говорю, ребята, ну дела нормальные, я буду уезжать. А чего ты уезжаешь? Я говорю, ну я уже все понял, просите скидки, я поехал. А мне говорят, слушай, ты че, как ты поедешь? Ты же, он первую часть преподал, ну нельзя назвать им бесполезно, давай он сейчас начнет, типа, вторую часть преподавать, наверняка будет что-то другое. Ну, знаете, я так и подумал, а точно, наверное, будет что-то другое. И все, там все стали заходить в зал, я вернулся, и там, знаете, как бы ребята стояли, и один мой друг говорит, ну давай залазь на свое место, знаете. Я, короче, залез назад, меня опять заперли, полный ряд людей. Начинается второй час, а каждый блок длился по два часа. Он опять говорит, просите скидки, не бросите, не получайте. Представляете, я сижу два часа, опять слушаю ту же самую историю. Думаю, елки-палки, этот человек хочет научить меня, как быть богатым. Рассказывает одно и то же, у него заяло пластинку, непонятно, зачем я здесь нахожусь. Доканчивается урок. Я выхожу из зала. Второй человек, который непосредственно с ним делал переговоры, приглашал соорганизатор, окликивает меня и говорит, Сергей, у меня тут дома случилась одна семейная проблема, мне срочно надо уехать. Он мне сказал, проблема, она действительно была серьезная. Говорит, слушай, отвези нашего друга в ресторан. На ужин, пусть он покушает где-то нормально, потом в гостиницу. Знаете, я вздохнул, понял, что это судьба, рок, как мне казалось. Думаю, ладно, поеду уже, покормлю. Мы выходим на улицу, есть переводчик, понятное дело. И он, я ему на улице говорю, ну что, куда поедем кушать? Он говорит, слушай, давай иди кушать. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, у вас есть блошивный рынок? Я говорю, блошивный рынок? Я говорю, что ты думаешь? Он говорит, ну место, где продают какие-то безделушки задорого. Я думал, ну я знал, там такое место, я ему говорю, вот есть такое место, матрешки продают, там всякие такие шапки какие-то странные. Он говорит, о, нам туда нужно, давай туда поедем. Мы, короче, едем с ним туда. И мы начинаем ходить по рядам. Ну там идем, он смотрит одно, второе, спрашивает, сколько стоит, так морщится, они ничего не убирают. Потом мы подходим в одно место, там шахматы. Шахматы ручной работы, резные. И он смотрит на шахматы и спрашивает, сколько стоит. Он говорит, 300 долларов. Знаете, я так заметил, у него загораются глаза, как прожек. Он поворачивается на меня, тут не в сторону. И говорит мне, купим за 50. Я говорю, в смысле за 50? Он говорит, ну за 50. Я говорю, как мы купим за 50? А мне 300 долларов стоит. Он говорит, сейчас увидишь. И мы подходим, он начинает разговаривать с человеком. Говорит, что он иностранец, что он не местный, что вот не могли бы вы мне помочь, мне очень нравится шахматы, я хочу подарок другу, но я не могу вам столько заплатить. Вы такой хороший человек. Начинает говорить с человеком, это ему говорит, а сколько вы можете заплатить? Он говорит, я могу заплатить 50 долларов. Он говорит, да вы что, они стоят 300. Он говорит, ну вы поймите, я иностранец, я надо сделать другу подарок. Он начинает говорить, ну я вас понимаю, ну понимаете ли, у нас тут бизнес, но я могу вам немножко уступить? Он говорит, немножко, сколько? Он говорит, ну там 30 долларов. Он говорит, нет, я могу заплатить вам 50. Ну знаете, начинается какое-то движение такое, мы там общаемся, этот человек уступает вначале 30 долларов, потом говорит, что может уступить еще 30. В это время подбегает его жена, оказывается, что у них там бригадный подряд, они стоят на соседних лотках. Она уже узнала, что этот муж начинает прогибаться, начинает рассказывать, что здесь все очень сложно, дорогая закупочная цена, что есть люди, которым они тут платят за то, что стоят на этом месте. А он начинает им говорить, что я иностранец, помогите мне, пожалуйста, я не местный. Ну и они с ним разговаривают, он потом ей говорит, а давайте с вами кофе выпьем. Она такая говорит, нет, мы на работе, он говорит, но я хочу вас угостить, давайте кофе выпьем, поговорим с вами, такая красивая, милая женщина. И он там, рядом есть кафе такое приличное, но она говорит, ну пойдемте, показывает на гастроном. Они заходят в гастроном, кофе, он говорит, может быть по 50, и они там начинают кофе-коньячок выпивать, она 50 граммов, ей становится весело, потом еще 50, потом бегут к мужу, наливают ему, начинается движение. Он мне потом говорит, говорит, слушай, а у вас есть какая-то история такая про негритянского мальчика? Во всем мире есть история про негритянского мальчика. Я говорю, у нас есть история про Максимку. Он там на корабле плавал, он говорит, о, Максимка. И потом он говорит им, я же Максимка, Максимка. Знаете, они уже выпившие. Потом они идут, короче, в другое место. Они в одном месте выпили, в другой заходят в кафе, там начинается музыка, танцы, короче, движения, какие-то там все, ну, знаете, они как бы уже сблизились настолько с семьей. Не стану вам рассказывать детали, в конечном итоге мы покупаем шахматы за 70 долларов. Он обнимает их, они выпившие. Он говорит им, ребята, приезжайте ко мне в Лондон. А я потом смотрел, у меня в Лондон, знаете, там пару кварталов в центре города. Они говорят, нет, у нас бизнес, мы не можем его оставить. Он говорит, вы такие хорошие люди, друзья. Мы забираем шахматы 70 долларов, садимся в машину. И я говорю, ну что, кушай? Он говорит, какой кушай? Давай в гостиницу, завтра занятия, надо отдохнуть. Я ему говорю, слушай, парень, а что это было? Он говорит, это было просите скидки. Я говорю, в смысле просите скидки? Он говорит, ну вот так, смотри, за сколько они там продавали шахматы? Я говорю, за 300. Он говорит, если мы завтра шахматами станем рядом за 250, мы быстро продадим? Быстро. А за 200? Я говорю, быстро. Он говорит, если мы их за 200 продадим, то сколько наценка? Я говорю, в три раза. Он говорит, 300%. И всего это попросили скидки. Я говорю, ты это имел в виду? Он говорит, смотри, я в каждой стране мира делаю то же самое. Я приезжаю в любую страну. Я хожу в какие-то места, где я прошу скидки. Это всегда работает. Он посмотрел на меня внимательно и сказал, парень, если ты хочешь разбогатеть, помни одно. Зарабатывать надо не при продаже, а при покупке. Если ты купишь ниже рынка, это сделает твою жизнь свободной и счастливой. Просить скидки. Не просишь, не получаешь. Я сказал, а как ты знал 50? Он говорит, я не знал 50. Я просто назвал самую низкую приемлемую цену. Говорит, запомни, никто никогда не продаст с серьезным ущербом для себя. Себестоимость этих шахмат неизвестна. Фактически они продали нам закупочную цену. Почему? Я понравился им. Я сделал много работы. Но я делал эту работу осознанно. Я не пил вместе с ними. Мой разум был трезвый. Мне надо было получить одно – просить скидки. И это составляющая навыка платежеспособности. Платежеспособность – это способность не потратить все. Делая любой вид работы, вы можете научиться делать то же самое. Но это не финальная стадия того, чему я хочу вас научить. Смотрите. Вы можете стать платежеспособными, просять скидки. Но вам нужно понять, в какой момент скидки нужно просить и что вам вообще нужно делать. Сейчас я вас научу одной простой вещи – веселой игре. Ребята, я сейчас говорю вам это крайне серьезно. Если вы поиграете в эту игру хотя бы месяц, хотя бы месяц, а поиграть в эту игру будет весело, вы увидите, как ваша финансовая жизнь станет другой. Мой друг Дамир Халилов, человек, который там имеет статус лучшего преподавателя СМД, слушал эти две истории про моего друга, который просил скидки и второе, то, что я вам расскажу. Начал делать только это. Через два месяца он сказал мне спасибо. Чему я научил его? Смотрите. Платежеспособность. Навык номер один напрямую связан с навыком оптимизировать выбор или повысить свой эмоциональный интеллект. Что происходит с человеком, который идет в магазин? Заходя в магазин, вы теряете контроль над своим выбором. Почему? Средство массовой информации, реклама, она атакует вас. Она влияет на вас, внушая вам, что приобретя тот или иной товар, будете чувствовать себя более значимым, более счастливым, более успешным. Поэтому женщины покупают кофточку, складывают ее в шкаф, а потом задают себе вопрос, кто теперь это будет носить. Ты должен научиться оптимизировать свой выбор, но без того, что ты будешь развивать параллельно практиковать ту же способность, этого не будет получаться. Как практиковать ту же способность? Например, у меня есть деньги. У меня есть деньги. Это просто. Ну, я захожу в магазин. Я захожу в магазин. Я не знаю, сколько у меня денег, я быстро просчитаю при вас. Смотрите. Это может каждый. Например, я иду в магазин, я достаю из кармана деньги, наличные, которые имеются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Одиннадцать. Остальные деньги я отложу. Это примерно 80 долларов. Может 90. 85. Это 85 долларов. У меня есть 2200 гривен. Это примерно 85 долларов. Что такое платежеспособность? Это способность не потратить все. Когда ты теряешь разум? Разум ты теряешь, когда зашел в магазин. В какую игру вам нужно поиграть? Перед заходом в магазин сделайте простое действие. Возьмите из пачки 2200. Отложите десять процентов одну купюру в сторону. Эти деньги лежат в кошельке, откуда ты их достанешь, когда будешь рассчитываться. Эта деньга, она лежит у тебя в другом месте, в другом кармане, куда ты ее положил. И теперь правило покупки. Правило покупки. Ты отложил десять процентов до того, как зашел. Следующее, что ты должен помнить. Например, есть изделие, которое ты хочешь купить. Оно стоит 2000 гривен. Ну, 80 долларов. Для того, чтобы купить это изделие, ты должен проявить свою платежеспособность. Не потратить все. И таким образом, чтобы купить что-то за 80 долларов, ты вначале должен 8 долларов отложить в сторону. Если у тебя 80, если у тебя 80, изделие стоит 80, ты либо должен купить его за 72, отложить 10 процентов, просите скидки, не просите, не получаете, либо не покупать вообще. На самом деле, купить вещь, товар или продукт – это не то, чего ты на самом деле хочешь. Я более подробно обучу вас пониманию, чего вы на самом деле хотите и почему вы тратите деньги, что разрушает ваш эмоциональный иммунитет, почему вы делаете неоптимизированные покупки. Но что произойдет с каждым из вас? Если вы начнете играть в такую веселую игру, она крайне простая, доступная. Перед тем, как зайти в магазин, отложить 10 процентов от своих денег в сторону и трать только те, которые отложил в сторону. У большинства женщин происходит так. Пошла в магазин, хотела купить что-то, купила совсем другое, денег не осталось, а то, что надо было купить, не купила. Почему? Эмоциональное решение. Если вы не будете практиковать такую же способность, вы не сможете оптимизировать свой выбор. Что такое оптимизировать свой выбор? Это не тратить меньше денег, это тратить умнее. Умнее – это когда лучшая или какая-то часть ваших денег будет тратиться не на хлам на балконе, а будет превращаться в умное накопление. Эти три навыка сделают вашу жизнь такой, как жизнь моего папы. Нет идеального человека. Невозможно каждый раз делать совершенное действие. Возможно, вы будете ходить в магазины и забывать это сделать. Либо иногда тратить все. Но что я вам скажу? Такую вещь. Если вы начнете так поступать, вы начнете фокусироваться на ваших покупках. И тогда вы разберетесь в самом себе. Вы увидите, что многое из того, что вы делаете, вы делаете крайне неэффективно. Большая часть того, что вы покупаете, можно купить либо дешевле гораздо, либо купить что-то другое, что по качеству может оказаться лучше в разы. Ту часть денег, которая могла превратиться в хлам, вы превратите в умные накопления. И это навык номер один. Он называется практиковать платежеспособность. Платежеспособность – это способность не потратить все. Отложите 10% до момента, пока вы потратили. Просто для того, чтобы улучшить свой фокус. Если вы ходите со списком, вы все равно в списке научитесь делать более лучший выбор. Я не учу вас экономить. Я не учу вас меньше тратить. Я учу вас думать о том, как потратить лучше, как потратить умнее. Это отличает бедных и богатых. Деньги созданы для того, чтобы их тратить. Вещи созданы для того, чтобы ими наслаждаться. Жизнь создана для того, чтобы жить и любить. И многие люди, у кого деньги в знаменателе, не освобождаются всю свою жизнь. У них есть деньги, но они не любят. Они не чувствуют себя свободными. Они порабощены деньгами. И они могут войти в свою свободу. Богатый человек – это не тот человек, у кого денег больше, чем у его соседа. Потому что есть бедные люди, у которых временно бывают деньги. Есть богатые люди, у которых временно денег не бывает. И то, и другое временно. Богатый и платежеспособный. Он не тратит все, потому что не действует эмоционально. Он тратит деньги не эмоционально, а умно. И в этом одно из отличий, которому вам нужно научиться. И это навык номер один – платежеспособность. Итак, Киосаки и Дональд Трамп говорят о том, что богатые рискуют. На самом деле богатые не рискуют. Богатые первую зарплату, которая есть у каждого, тратят на формирование своих активов. И они сами распоряжаются своим выбором и тем, что им приносит новые деньги. Это доступно и легко. Второе. Почему у одних людей есть деньги, а у других людей денег нет? Люди, у которых нет денег, а я много раз проводил такие эксперименты, говорят, потому что нет цели или ленины, или не могут понять, что делать. Смотрите. Понять, что делать в сфере денег вы уже можете. Потому что все, что вам сейчас нужно делать, это начать практиковать платежеспособность, оптимизировать выбор и создавать умное накопление. И уже только это изменит вашу жизнь, приведет ее к определенному избытку. Оно не сделает вас окончательно свободным, но это то, что нужно делать. Для того, чтобы отложить 10% перед входом в магазин, не надо ставить цели. Это и есть цель. Отложи, не потрать все. Научишься делать это, достигнешь состояния большей экономической свободы. Не нужно писать 10 целей на год, чтобы разбогатеть. Не нужно писать бизнес-план, чтобы разбогатеть. Не нужно создавать какую-то там избыточную стратегию, чтобы разбогатеть. Для того, чтобы разбогатеть, нужно практиковать платежеспособность, оптимизировать выбор, выбирать умные накопления, через какое-то время увеличить поток, оплатить первую зарплату себе и научиться ускорять то, что вы делаете. То есть дублицировать, получать геометрическую прогрессию. А теперь я перейду к слайду номер 3. В основе всех основ, связанных с деньгами, есть навык номер 8. Это то, что отличает в конечном итоге всех, кто это будет делать, а тех, кто это не делает. Смотрите. Одинаковое количество или все вы послушали то, что я вам сейчас рассказал. Наверняка то, что я вам рассказал, просите скидки и отложите 10% дохода в магазин, является простым. Это может делать каждый. Но не каждый сделает. По какой причине? Потому что у тебя может появиться сила приобретать богатство или не появится. Если она внутри тебя появляется, и ты в сущности в своем состоянии становишься богатым человеком, навыки богатого человека становятся твоей нормой. Вот смотрите. Я за последний год похудел на 8 килограммов. Я практически ежедневно преодолеваю от 8, 12, 15, а иногда 18 километров. И сегодня я люблю активный образ жизни. Здоровое, сбалансированное питание и физическую активность. Почему? Это моя сущность. Я получил силу это делать. Была причина или что-то, что наполнило меня этой силой, что изменило меня личностно. Сегодня я не грущу в пятницу вечером, сидя перед телевизором, поедая батон с майонезом и колбасой. Не думаю, что я толстый, что в понедельник утром я начну бегать. Ну, я сейчас не бегаю, потому что у меня была операция, я хожу, да? Но я хожу и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Почему? У меня есть сила это делать. Смотрите. Каждый из вас может иметь силу приобретать богатство. Навыки – это технология. Отложить 10% до входа в магазин может каждый. Попросить скидки может каждый. Но не каждый будет это делать. Это не будет делать тот, у кого не будет силы. А теперь я покажу вам следующий слайд. Этот слайд – загадка. Вот есть пустой такой кубик, в который должно быть вписано слово. Это всего одно слово. И это слово, оно дает понимание этого слова или знания, оно дает тебе силу приобретать богатство. Тот, кто узнает одно это слово, изменит всю свою жизнь. Раз и навсегда. Это произошло в моей жизни и может произойти в вашей жизни. Но теперь вот что, ребята. Это слово на этом занятии я вам не скажу. Я вам расскажу это слово позже. Каждый, кто пришел ко мне на вебинар. Каждый, кто прислал мне свою почту. А таких почту прислало 600-700 человек. И я знаю одно. Я хочу помочь каждому, кто мне прислал почту. Я приложу усилия, чтобы помочь каждому из вас. Но для того, чтобы рассказать, как возникает эта сила, мне нужно специальное время. Я не хочу это делать скомпленно. Я не хочу это смешивать таким образом, чтобы обесценить само слово. Потому что, как я раскрыл вам навык платежеспособности, я хочу раскрыть и навык номер восемь. Иметь силу быть богатым. Если вы вдруг по какой-то причине прервете со мной общение. Потому что в эту субботу-воскресенье я предложу вам особую форму общения. Я каждому из вас пришлю видео, в котором объясню, откуда возникает сила. Я вам это обещаю. Также я обещаю, что я буду делать сейчас цикличное публичное выступление. Раз в неделю. Я думаю, что будет 20 минут времени. Связанное с тем, что это будет формировать, поддерживать ваши навыки, ваши убеждения, вашу способность идти по пути, быть богатым. Я верю в одно. Чем больше богатых людей в том месте, где мы живем, тем лучше жизнь окружающая. Каждый богатый дает возможность еще какому-то кругу людей иметь развитие, развиваться, подниматься. Например, у меня три сына. Они на сегодняшний день менее дееспособны, чем я. У них меньше опыта, меньше знаний. И я, как состоятельный человек, чувствую свою ответственность за то, чтобы они выросли, чтобы у них получилось. Точно так же и каждый, кто пришел ко мне сегодня на это занятие, я чувствую свою ответственность помочь вам разбогатеть, стать богатым человеком. А что я верю? Я верю, что в мире на сегодняшний день живет 7,5 миллиардов населения. Совокупное богатство населения земного шара. Я боюсь ошибиться, у меня есть слайд, я его не приготовил, чтобы я не ошибся, я расскажу вам такую вещь. Если совокупное богатство поделить на численность людей, живущих в этом мире, получится по 2,5 миллиона долларов на человека. Я верю, что это доступно каждому. Вот каждый, кто сейчас меня слушает. Есть справедливая сумма ценности, которая может прийти в твою жизнь. По 2,5 миллиона долларов на человека. Например, если у тебя семья 3 человека, то это 7,5 миллионов. Если 4 человека, это 10. Если 5 человек, это 12,5. Это доступные вещи. Если у тебя будет 2,5 миллиона долларов, это означает, что ты не взял ни у кого то, что может по праву достаться ему. Я верю в то, что это доступно. И верю, что большинство из вас, кто сейчас пришел ко мне на вебинар, смогут в своей жизни этого достичь, получить. Я бы хотел вам помочь. В эту субботу-воскресенье. Смотрите, ребята. Я сейчас сделаю предложение для кого-то, у кого, может быть, есть время и ценность, получить интенсивное занятие. Каждый еще раз, кто пришел ко мне на это занятие, получит у меня видео, связанное с вашим навыком. Вы получите возможность поддерживать общение. Я буду практически то, что люди получат интенсивно, на протяжении времени продолжать повторять, делать, рассказывать вам. И на протяжении какого-то времени вы получите все равно информацию, и ваша жизнь будет изменяться, улучшаться. Потому что общение с вами для меня ценность. Для меня это что-то необыкновенное и новое. 11 тысяч человек посмотрело мое обращение. 700 человек прислало мне свои почты. И для меня это, знаете, свидетельство, знак, что оно вам нужно, а у меня оно есть. И я хочу с вами обменяться в открытом режиме. И каждый, кому сейчас предложение, которое я буду делать неинтересно, я вам обещаю, что вы на свою почту получите от меня еще специальные знания. Теперь я перересту следующий слайд и скажу вам вот о чем. В эту субботу, в следующую субботу и воскресенье, в эту субботу и воскресенье, 28-29 января, будет проходить живой интенсив. То есть это двудневное занятие, два дня по 8 часов, где та тема, которую я изложил вам сейчас поверхностно, будет пройдена глубоко. Пройдена она будет, вот как я в ППХ рассказал вам про навык, про пежеспособность. Все остальные навыки мы точно также изучим с практической точки зрения и потренируем их во время занятий. У меня есть кейсы, у меня есть видео, я занимаюсь этой темой 5 лет. Я отловил все свои ошибки, понял, что работает, что не работает, что точно может принести пользу в жизнь любого человека. И сейчас я хочу двигаться с какой-то группой людей в сторону того, что их жизнь финансовая станет более избыточной, что они точно поймут и научатся делать то же самое, что умеет делать мой папа или то, что умею делать я. Вы передадите это своим детям, своим родным и близким, и мир начнет богатеть. Но то, что я делаю, является одним из видов моего бизнеса в том числе. У меня есть консалтинговый бизнес, у меня есть вовсе сотрудники, которые собирали ваши почты, которые получают очень также заработные платы, и часть обучения я продаю. В эту субботу-воскресенье, 28-29, будет проходить интенсив, где все, весь домик, который вы видели, все восемь навыков мы пройдем, не торопясь, практично. Теперь я вам напишу, перенесу слайд, где есть предложение интенсива. Смотрите, есть онлайн-участие. Вот, допустим, кто-то из Америки или из Германии, или из России, или мне писали из Владивостока, из Красноярска, многие сказали, что не могут прийти на этот вебинар, потому что у нас большая разница во времени. Получат это выступление мое себе на почту, и вы сможете посмотреть запись еще несколько раз. Вы можете прийти на интенсив 2 дня по 8 часов. Все это обучение для тех, кто проходит онлайн, стоит 37 долларов. У меня уже собрана большая группа людей, которые будут присутствовать точно. Есть люди, которые купили такое обучение онлайн. В это обучение входят кейсы, то есть специальные такие технологии, которые помогут вам разобраться в финансовых моделях. Входят практические примеры, входит навыковое обучение. Два дня учиться онлайн не так комфортно, как очно, потому что 8 часов нужно высадить возле компьютера, поэтому будет запись, и вы можете получить это обучение либо следя за всем, что происходит, находясь со мной в интерактиве с той группой, которая будет. Сегодня очных обучающихся есть порядка 40 человек, которые будут находиться в зале, и какое-то количество людей купило уже обучение дистанционное и видеозапись. Для тех, кто видит интерес для себя пройти более подробно то, что я вам преподаю, вот мое предложение. Для тех, кто хочет приехать учиться очно. Вот, например, я вижу Юра из Америки, пишет, мне пишет, да, я понимаю, что ему очно надо купить билеты на самолет. Те, кто, например, кому близко, для тех стоит 57 долларов два дня учиться, да. А для тех, кто далеко, это может быть скидка, да, если ты видишь из Германии или из Америки, мы сделаем тебе какую-то небольшую скидку на само занятие. Конечно, я шучу, да, но я знаю, что есть ценность общения в живой группе. То есть те люди, которые придут на занятия, это уже практикующие бизнесмены, у многих из них есть фирмы, каждый из них подходил ко мне и говорил о том, что есть какие-то негаразные финансовые жизни, связанные с деньгами, и я хочу принести пользу им и частично себе. Поэтому, если вдруг вы захотите быть лично, то я оставлю вам информацию, как вы можете попасть. Если вы захотите получить информацию онлайн и пройти обучение онлайн, либо получить видеозапись, нужно будет сделать вот что. Отправить мне сообщение по почте. Отправить мне сообщение по почте. Если вам интересно получить занятие, просто скиньте мне вот сюда на эту почту такое сообщение. Я хочу принять участие, мой номер для связи, ну и номер телефона, да, и тогда администраторы, ребята, с кем мы работаем, ребята из офиса с вами свяжутся. Могу сказать вам такую вещь. Обучение, которое я вам дам, оно ценностное. Ценность его в том, что ваша и моя жизнь, она уже началась, и то, что с нами происходит, это не репетиция, повторов не будет. Никто из нас с вами не живет частную жизнь. Мы с вами существа социальные, и в нашей с вами социальности у нас есть ответственность. Дети, пожилые родители. Есть кто-то, кто находится в более активной жизненной позиции, имеет больше силы, есть кто-то, кто имеет меньше силы. Те, кто имеет сегодня больше силы, должны вырваться из состояния бедности, нищеты, приобрести состояние свободного человека, богатого человека. Чем быстрее вы начнете интенсивно практиковать, тем быстрее и лучше вы наладите свою финансовую жизнь. Это занятие деньги, оно как раз помощь тем, кто хочет начать резко, быстро, радикально менять. Опцией этого занятия будет являться то, что вы не только пройдете первый уровень практически, вы получите от меня помощь в прохождении второго уровня. Тот, кто не знает, какие активы могут появиться в вашей жизни, как вы сформировать, я могу сделать вам подсказки, дать вам возможность принять участие в практических кейсах, которых для вас не будет риска, но вы получите завершенный опыт. Опыт создания таких видов активов. Если вам будет интересно, мы с вами будем особым образом по этому поводу общаться. Хорошо, если у вас есть вопросы по теме, напишите мне в чат, я могу сейчас ответить на ваши вопросы. Могу сейчас ответить на ваши вопросы. Надо, я думаю, вернуть еще, да, почту. Могу сейчас ответить на ваши вопросы. Если вам интересно, ребята, задать мне вопросы, я ищу в вашем распоряжении. Те, кому интересно поговорить о новом поводу принятия участия в интенсиве онлайн или почта, вот вам почта. Какие практические навыки можно получить на онлайн интенсиве? Смотрите, онлайн интенсив, он не является абсолютно практическим. По той причине, что деньги это средство обмена, появляются они как бы следствие обмена. Практический навык, это навык, когда какая-то добавленная стоимость обменивается на деньги и часть денег остается у вас. Конечно же, на занятии в чистом виде этого происходить не будет. На занятии вы будете обучаться либо через опосредованный опыт, либо через кейсы, но понимать, что практически вы сможете делать со своими деньгами практически в последней жизни. Я забыл сказать, что после занятия будет пять недель сопровождения. Я не знаю, это ценная информация или нет. Пять недель сопровождения, и во время сопровождения вы неделю за неделей будете делать практические дела. То есть, я буду вас направлять, я поделю вас пары в тройке, у вас будет подотчетность. Вы будете отчитываться в тройках друг к другу и делать практические шаги, практические дела. Что я вам обещаю? Что, проживя пять недель, вы окупите обучение, то есть, вы вернете те деньги, которые вы потратили на обучение в своей реальной жизни, и еще и заработаете. Если у вас появятся первичные навыки, это будет практическая польза, которую вы получите вне занятия. Конечно, скажем, когда человека учат бегу, ему надо выходить на улицу бегать. Когда человек учат бокс, ему нужно заходить в ринг и боксировать. Когда человек учат деньгам, ему нужно делать практические дела в сфере оборачивания своих денег. И по этому поводу вам придется практиковать пять недель под моим руководством. Но я вам обещаю, я лично буду вас сопровождать, будут помощники вас проверять. У меня есть задания, которые я буду вам давать. Все очень отработано, очень практично, вам будет весело, интересно. Вы получите новые знакомства, людей в общении. Ну, я думаю, что ваша жизнь, она наполнится энергией, энтузиазмом, больше счастья, больше свободы. Это я могу вам пообещать. Хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы? Задайте мне еще какие-то вопросы. Но я хочу вам сказать еще такую вещь. Я очень благодарен ребятам, которые меня слушают. Василий, например, из Польши, мой друг. Я настолько рад, Вася, что ты присоединился, меня слушаешь до конца, потому что Василий, он серьезный бизнесмен, крупный. И он прослушал все занятия от начала до конца. Мне это по-своему приятно, что мы можем быть вместе, можем общаться, можем возрастать вместе. И наверняка наше с вами общение, оно улучшает нашу жизнь. Потому что я готовился, видите, я делал пиджак и галстук, я думал, о чем я буду с вами говорить. Мне очень хочется вам помочь на самом деле. Для меня первичной целью взаимоотношений с вами не является цель заработать деньги. Потому что я зарабатываю достаточно много в других местах, а здесь частично это связано с хобби. Но я хочу, чтобы мы с вами становились богаче, чтобы страны, в которых мы живем, вошли в список высокоразвитых стран мира. Чтобы мы были странами большой восьмерки, а не странами, которые там выбираются постоянно, занимают деньги за границей. Для меня это важно, это вызов. Поэтому я с вами и я хочу, чтобы наша жизнь была лучше. Жизнь каждого, кто пришел ко мне на занятия. Неважно, купите вы интенсив или нет, я приложу усилия продолжить вам помогать и внесу вашу жизнь в ценность. Я верю, что есть воздаяние, которое происходит не только в финансовом мире. Я верю в то, что человек умирает физически и не умирает на самом деле до конца. Я верю в бессмертие души и, возможно, частично то, что я пытаюсь сегодня делать, это мой вклад не только в улучшение материальной жизни тела или страны, но и еще в улучшение жизни человечества с точки зрения мировоззрения, а для меня еще с точки зрения жизневечного. Так что, ребята, большое вам спасибо. Я вижу, что вопросы вы мне не задаете. Я очень благодарен вам за это время, которое мы провели вместе. Каждому, кто послушал меня до конца. Я благодарен, что вы дерзаете, ищете, что вы хотите, чтобы мир вокруг вас улучшался, ваша личная жизнь, жизнь ваших родных и близких стала другой. Хорошо. После этой субботы-воскресенья я отправлю каждому, как я обещал, объяснение, откуда берется сила предъявлять богатство. То есть, навык номер восемь. Вы получите это точно, и в подарок получите еще один из навыков в записи, точно так же, на свою почту. Ну, большое спасибо. Хорошего всем сна. Те, у кого сейчас глубокая ночь, в России уже уснули. Те, у кого еще вечер не глубокий, как в Польше, например, обнимите своих родных близких, покушайте вместе. Ребята, кто смотрят, кто живет в Украине, я рекомендую вам посетить очно, и я вам обещаю, что это изменит вашу жизнь. Это будет очень крутое переживание, очень крутое занятие, которое не пройдет для вас бесследным. Это не будет как книга, которую ты читал, которая обещала, что жизнь станет лучше, а она не стала лучше. Это точно сделает вашу жизнь лучше. Почему? Я заочное занятие. Есть групповая энергия, групповая динамика, есть люди вокруг. Вы подружитесь, объединитесь, вы увидите опыт, кейсы. Я приготовил специальных приглашенных на это занятие. Все будет на самом деле очень полезно. Поэтому откладывайте другие дела, приезжайте, пока еще есть места, потому что количество мест ограничено, есть ограничение мест в зале. Ну хорошо. Спасибо огромное. Большое спасибо. Я буду думать о сегодняшнем занятии. Я внутренне буду продолжать благодарить вас за то, что вы пришли и пришлю вам то видео, которое я обещал. Большое спасибо. Я ваш друг Сергей. Продолжение следует...